Привет всем! Друзья, спасибо, что остаетесь со мной и поддерживаете канал. В сегодняшнем видео я хочу прокомментировать одно мнение, оставленное под моим роликом. Человек решил выставить себя адвокатом Сержа Сарксяна. Внимание, цитирую. Серж Сарксян стоял на БТРе, а ваш Алиев над игровым автоматом в казино. Как по мне, друзья, так лидера страны оценивают не по тому, на чем он стоит и где находится. Лидеров страны оценивают по результатам их правления, по их достижениях. Ваш Сарксян стоял на БТРе, ваш Пашинян взобрался на военный самолет, но ваша страна как гнила, так и гниет дальше. Экономика как падала, так и падает. Смертность как росла, так и растет дальше. Люди покидают вашу Армяндию. Армия нищая. Я думаю, что не стоит продолжать, ведь все и так все видят. Нам все равно, на чем стоит Ильхам Алиев и куда он ходит. Если он показывает в разы лучшие результаты, чем у вас, армяне, то вы бы прикрыли лучше свои рты. И раз уж вы затронули тему казино, считаю важным вам, армяне, сообщить. Следственные органы Армении проверяют сообщение о крупном проигрыше бывшего президента Армении Сержа Сарксяна. Генпрокуратура Армении получила сообщение о преступлении, которое связано с поездкой третьего президента Сержа Сарксяна в Баден-Баден. Сообщение направлено на рассмотрение в специальную следственную службу. Об этом спутник Армения сообщили в Генпрокуратуре Армении 9 октября этого года. На заседании парламента 25 августа депутат от гражданского договора Хачатур Сукеасян, заявляя о коррупции при прежних властях, упомянул также имя третьего президента Сержа Сарксяна, заявив, что тот проиграл 100 миллионов долларов в казино Баден-Бадена. Издание напоминает, что до неочередных выборов 2021 года Серж Сарксян не опроверг факт посещения им Баден-Бадена. Так что перед тем, как оставлять под моими видео позорные комментарии, проверяйте сначала своих кумиров. Субтитры создавал DimaTorzok